первым делом нам необходимо вам еще придется снимать вот этот весь мусор будет у вас не забываем сразу восстановить у нас жидкость уже немножко упала уровень то есть мы качай всем привет друзья сегодня хочу показать как заменить тормозную жидкость на автомобиле оборудован системой abs на самом деле много вопросов люди задают как прекращать поменять жидкость именно если у меня стоит обрез бог abs на самом деле если соблюдать некоторые правила можно прокачать как на машине без abs смотрим первым делом нам необходимо по максимуму удалить старую тормозную жидкость из нашего бачка и также я советую в идеале мы его будем снимать полностью промывать в данном случае у нас автомобиль рено меган 2 доступ к бачку у нас принципе затруднен нам необходимо будет снять вот этот вот воздуховод мы снимаем воздуховод в первую часть обратите внимание вот на эту красоту да где-нибудь она отпадет и упадет на выпускной коллектор в одном из наших роликов эта процедура по снятию бачка она в принципе не всегда нужна просто тут автомобиль прошел очень много и бачок нужно промыть как следует для начала мы снимем отстегнем хомут который у нас тут стоит для фиксации фиксатора разъема вот таким образом приподнимаем вот этот вот флажок тащим назад разъем далее мы сорвем нашу пробочку здесь мы обязательно сначала промоем и продуем чтобы лишнего все равно не попадала в бачок теперь мы подтянем и очистителем тормозов сразу отмоем после этого уже можно открутить крышечку не забываем о том что у нас тут специальное резиновое уплотнение стоит его терять ни в коем случае нельзя но она бывает отпадает падает вниз и сейчас нам необходимо откачать по максимуму насколько это возможно старую тормозную жидкость использовать можно обычный шприц да кстати друзья не забывайте в данном случае автомобиль у нас с коробкой автомат если у вас механическое и гидравлический выжим вам еще придется снимать штуцер когда снимаете бачок шланг который у нас идет на главный цилиндр сцепления насколько возможно мы откачали просто шприцом теперь закрываем крышечку обратно и в нашем случае нам необходимо открутить вот этот болт крепления бачка но сначала естественно мы зачистим грани потому что грани там забиты грязи а так как откручивается ключом тормоз лучше грани зачистить и продуть продуваем область подстыковки бачка к главному цилиндру вот такой маленькой трещоткой и торексом на 20 мы сорвали и откручиваем этот болт вот так выглядит наш болт напоминаю мы снимаем сейчас бачок для того чтобы его как следует отмыть вряд ли в сервисе при замене тормозной жидкости вам это будут делать но если вы попросите или если вы сами будете менять тормозную жидкость сделайте так я покажу сколько там грязи в бачке находится в общем мы откачали по максимуму жидкость открутили болт крепления бачка и теперь там тормозная жидкость в любом случае у нас будет сейчас еще вытекать из бачка немного будет вытекать из главного тормозного цилиндра поэтому все надо упаковать в ветушь чтобы никуда лишнее не попало если все делать аккуратно и с умом то все пройдет хорошо если не аккуратно без ума то плохо в общем вот таким образом расположив отвертку вот мы делаем упор на главный и заднюю часть бачка потихонечку можно надавливать и в этот момент тащить за переднюю часть бачка вот он у нас достаточно спокойно слазит давайте сейчас немножко посмотрим обратите внимание на бачок я расскажу для чего я его снял конкретно на этом автомобиле и еще кое-какие особенности начнем с болта крепления ни в коем случае его не теряйте он специальный у него два диаметра разных то есть он у нас проходит сквозняком и удерживает наш бачок вот вы видите в моем случае вот этот вот отводящий штуцер есть еще один и он у меня запаян вот это штатное штатное такое исполнение заглушка такая штатная его прям плющит и подпаивает это у меня отвод для автомобилей оборудованных механической коробки так как у меня автомат у меня сцепления нету и соответственно сюда не подходит шланг если у вас автомобиль с гидравлическим выживом вам придется снимать еще здесь шланг отсюда то есть бачок у нас в принципе такой же тормозной как на автомате такой же и на механике сейчас мы сольем вот посмотрите какая вот сейчас темная жидкость у нас вытекает в сравнении с тем что я с верхней части бачка откачивал то есть нам надо было бы прогнать вот эту вот всю черную жидкость при прокачке если бы мы не снимали бачок через всю систему вот можно заглянуть внутрь бачка и увидеть сколько мусора даже вон там металлическую стружку я наблюдаю постараемся на камере максимально отразить вот этот весь мусор будет у вас пройдет через всю вашу систему если вы не будете снимать бачок будете менять жидкость старым способом теперь мы его просто хорошенько отмываем стараемся заливать очиститель тормозов во все места запасаемся во первых чем хорошо вот в баллонах то есть мы давлением можем какую-то часть грязи уже сбить на стенках оседает грязь и ее сложновато скажем так нужновато убрать кстати друзья не забываем о том что бачок у нас не простой формы он разделен на три контура это переднее левое колесо заднее правое забор у нас один идет на этот контур и переднее правое заднее левое другой скажем так и также третий контур это у нас на цилиндр сцепления тоже все эти контуры у нас разделены в случае аварийного падения давления скажем в одном из этих трех участков чтобы весь бачок у вас не опустошался соответственно там перегородки и стенки то есть свои ниши чаши и поэтому нужно хорошенько все это вымывать то есть вы может быть там заливаете очистители нужно хорошенько в каждый контур наполнить бачок чтобы каждый контур у нас промыл также у нас в мегановском бачке еще поплавок встроен датчик уровня топлива на нем тоже оседает на нем тоже оседает много грязи датчик уровня тормозной житель видели бы вы сейчас лицо Петра когда я сказал датчик топлив вот хотя бы до такого состояния желательно отмывать сам бачок после того как мы отмыли бачок пока мы все равно моемся можно сразу помыть и сапун внутри крышки то есть вот здесь у нас уплотнительная резинка установлена на которой я говорил вот эту вот крышечку часть мы вот так аккуратно поддеваем и вот мы видим устройство сапуна то есть у нас вот здесь вот есть отверстие вот его видно вот на камере вот это отверстие оно у нас с атмосферой общается через вот эту центральную часть через резбовую часть то есть в принципе достаточно надежный сапунчик но мы его все равно тоже очистительный тормозов хорошенько отмыли но когда мы отмыли и бачок и сапун можно уже сделать осмотр уплотней на главном тормозном цилиндре во-первых их тоже желательно аккуратно вот так по краям убрать весь песок который у нас тут присутствует также проверить состояние вот этих колец они должны быть мягенькие без задиров жидкость тормозную которая у нас наполнена здесь мы оставляем и прямо в таком состоянии уже вставляем бачок бачок устанавливаем с закрытой крышкой не допуская ни в коем случае попадания чтобы ничего не попало и в принципе вставляется он проще чем снимается небольшое усилие надавливаем не забываем сразу установить болт крепления бачка устанавливаем ну и затягиваем естественно ну вот теперь мы можем приступить к заправке новой тормозной жидкости бачок повторюсь новый это важно во-первых посмотрите сразу на дату производства она должна быть обязательно указана жидкость должна быть обязательно закрытая и запечатанная она если например вам какой-то знакомый или кто-то или в магазине вам продает а вот у нас есть початая возьмите ее ни в коем случае не берите ни у знакомых то есть в принципе тогда замена жидкости бесполезна если вы заливаете открытую жидкость открытую в открытой таре это связано с тем я думаю что все знают что ну если не знают напомню что у тормозной жидкости у любой есть два параметра температуры кипения это сухая и мокрая сухая у нас считается когда она у нас свежая свеже изготовленная запечатанная в специальной упаковке у нее температура кипения в среднем где-то 250-270 градусов это температура закипания жидкости когда у нас идет она увлажненная температура кипения резко падает и она может падать до предельных значений там 170-150 градусов то есть на 100 градусов падает если мы ее откроем и даже крышечкой потом закроем она у нас постоит месяц-два она уже все у вас уже не сухая жидкость не сухая и соответственно может закипать при экстренных торможениях при частых летом, да и зимой при частых экстренных торможениях она может просто закипать и создаваться эффект завоздушивания системы то есть отказ тормозов поэтому заливаем новую тормозную жидкость со свежей датой упаковки отдельный момент про заправку тормозной жидкости Еще раз напомню, что бачок, устройство бачка у нас не просто как баклажка У него свои секции существуют Поэтому заправку мы производим при замене Прямо до краев и ждем, пока у нас жидкость течет полностью Вот посмотрите, какая она должна быть, когда вы ее заправляете уже в чистый бачок Желательно сейчас, в этот момент, не пылить, не под дождем это делать, тоже важно То есть мы постоянно заливаем, у нас вроде наполняется, да, горушка, и постепенно уходит Можно даже наблюдать пузырики воздуха, как будут выходить То есть мы все контуры должны заполнить жидкостью То есть залили, смотрим, подождали немножко Можно даже небольшую вот вибрацию для бачка создать, чтобы провалилось быстрее То есть оба контура должны быть сейчас у нас заполнены Вот мы еще раскачиваем бачок, у нас все равно еще нет-нет, да выходят пузырики Только сейчас уже можно наживить крышку Наживим крышечку, чтобы у нас ничего не летело туда И приступим к дальнейшей процедуре Да, и не забываем сразу одевать разъем Ну а теперь мы поднимаем автомобиль и снимаем все четыре колеса Друзья, хочу немножко отвлечься от процедуры замены жидкости Собственно, для чего я как-то, ну как бы, во-первых, по вашим просьбам мы решили снять замену жидкости Ну и так совпало, что я был вынужден заехать в Афтерис и поменять тормозной шланг Так как он у меня перетерся и автомобиль встал Я вам фото потом, фото вставим обязательно Я сфоткал, когда мне человек сказал, что он закончил Но колесо как бы еще не висело, я подошел И у меня прям вот упало очень сильно настроение И вера в людей, может быть, подкосилась немножко Ну такая жесть, такая грязная, безответственная, безалаберная работа была выполнена Объясню потом почему Даже сейчас я вам могу показать очень жесткое место такое Которое то ли по неопытности, то ли по невнимательности Или просто человек не хотел Вот взгляните Вот новый тормозной шланг стоит И вот тормозная трубка Мы видим, что она у нас тоже терлась Тоже тут верхний слой у нас повредился И просто мы видим вот белый незащищенный металл Который у нас прогниет, прожареет И то же самое произойдет Так же и здесь Ни слова, естественно, об этом сказано не было И так же вот этот вот подкрюк, когда я сейчас поднял автомобиль Вот этот подкрюк, он у меня был вот здесь вот То есть под крюком терл Вот так вот Мне прокачали тормоза, естественно, тормозов у меня нету, они отвратительные Ну и вот решили снять роль В общем, друзья Я не знаю, что дальше сказать Берегите свои машины от кривых рук Если видите такие повреждения, хотя бы на время защитить Как бы продлиться рук снизу, это можно все дело обезжирить И обезжириваем И просто мы зальем хотя бы герметиком Вернемся к замене тормозной жидкости Как только сняли колесо Сразу, во-первых, смотрим наличие колпачка на прокачивающем штуцере И также сразу его снимаем И зачищаем всю область вокруг штуцера Это обязательно Кстати, вот этот вот штуцер мне вот прокачивали тормоза здесь при замене шланга Вот посмотрите Как он не сломался А если бы он сломался, я бы услышал следующую фразу У вас там штуцер сломался Прикипел Говно вообще машин Фух, как я это ненавижу, а Аккуратненько, не задевая тормозной шланг, естественно Зачищаем Тут просто надо ко всему подходить с головой Потому что можно так его почистить, что лучше не трогали Теперь, зачистив, обрабатываем растворительной ржавчиной Кстати, мы сейчас будем тестить вот эту вот новую тему с эффектом заморозки Ну, этот штуцер-то откручивался, ладно, бог с ним Но, тем не менее, обработаем Просто я еще кое-что хотел сказать Замораживает Глянь, глянь Что я хотел сказать Вот если вам зачистили штуцер И обработали хотя бы любым растворительным ржавчином И после этого он сломался Можно уже сказать, что да, он прикипел сильно, он сломался Но так как было до этого, если бы он сломался Ничего не докажет Это я про слесар То есть обработали И сорвали сразу В данном случае передний у нас ключиком на 8 Я использую головку гранную Чтобы не повредить То есть я его сорвал и сразу подтянул Все, этот у нас готов Я для примера показал на переднем левом Сейчас еще мы сорвем на переднем правом Тоже, наверное, снимем Посмотрим, как растворитель ржавчины справится И то же самое проделываем вот так же с каждым колесом Это важно Ребят, еще раз напоминаю Это подготовительные работы То есть так мы делаем с каждым колесом Вот, кстати, я сейчас пока разбирал Видел, как сильно люфтит подшипник стульца То есть можно сразу и ходовочку посмотреть Огонь! По технологии тут написано, что можно выждать Несколько минут даже Для полного эффекта Как бы хорошо сорвался Не знаю Сорвали и сразу же подтянули Чтобы жидкость у нас пока не уходила Такие колпачки мощные Самое все делаем Снимаем колпачок Аккуратно зачищаем Кстати, если у вас нет колпачка И не было И вы долго эксплуатировали автомобиль Так, я рекомендую полностью выкручивать этот штуцер Очень быстренько, конечно И вычищать внутри все Значит, плохо будет выходить жидкость через него Замучаетесь менять Здесь у нас уже ключик на 11 Долго шел Ну а дальше, друзья В принципе, нет никаких тайнств Мы просто будем менять жидкость Так как меняем на всех машинах Можно открутить все штуцера И постоянно контролировать уровень бачки Это ключевой момент Постоянно держать жидкость в бачке на уровне То есть, откручиваем все штуцера У нас жидкость постепенно стекает И поочередно начинаем закрывать штуцера Можно так заменить Вы увидите Можно даже засечь время Можно литр прогнать Можно 2 литра тормозной жидкости прогнать То есть, методом замещения В любом виде можно менять Мы будем менять Мы сейчас Петра посадим в автомобиль Он будет у нас по старинке Накачивать педаль Удерживать ее Я буду спускать И какая-то часть жидкости будет просто выходить Я думаю, с этим методом прокачки и замены жидкости Все знакомы Скажу следующее Если вы используете второй вариант С человеком, который будет сидеть в машине Накачивать педаль Тут важно соблюсти одно правило Вы должны начинать сначала С самого дальнего колеса От бачка Это у нас заднее правое колесо Соответственно, заднее правое колесо Когда мы полностью прокачали Мы должны перейти к этому же контуру Это у нас переднее левое То есть, крест-накрест Контура у нас И, соответственно, после переднего левого Мы качаем заднее левое И переднее правое В самом конце мы прокачиваем То есть, методом замещения Меняем жидкость То, что я снимал бачок, воздух у меня в главные цилиндры, в бок АБС, в принципе, не попадает, так как у нас тут в бачке широкие очень входа. И, соответственно, когда я заливал жидкость, у меня весь воздух поднялся, который оказался в бачке, и систему я не завоздушил. Но если у вас всё-таки из воздушной системы, вы можете прокачать без специального устройства, которое у нас одевается на бачок и создаёт специальное давление, там определённое давление создаёт. Его даже изготавливают сами, вы могли видеть в интернете на крышке бачка Шретинова, вкручивает штуцер под обычный подкачивающий манометр. Так качают, и жидкость так продавливается. То есть никаких таинств нет. Даже с боком АБС. Если же после прокачки, если у вас система опустошилась, и после обычной классической прокачки тормозов у вас всё равно завоздушный или АБС работает неправильно, может быть, ошибку выдаёт, может быть, машину выжимаете тормоз, педаль как бы отрабатывает, но машина начинает мотать, тогда уже можно подключить сканер, нужно ехать в сервис, где вам установят специальную приводу на бачок, и будут вызывать функцию прокачка гидроблока. Она, по-моему, так же и называются. Мне в моей практике это приходилось делать один раз, за 10 лишних лет. В принципе, прокачивали всегда классическим методом. Пока мы подготавливались, у нас жидкость уже немножко уповорна, то есть мы держим постоянный максимум. То есть тут главное не упустить момент. Держим постоянный максимум, теперь сажаем оператора в автомобиль, к сожалению, у нас сегодня нет третьего человека, и качаем. Вот, друзья, ничего нового мы вам тут уже не покажем, то есть мы подсоединили прозрачный, относительно прозрачный шланг, всегда вот эта бутылочка из-под Coca-Cola. Всегда Coca-Cola. И вот будем отпускать и смотреть, как у нас выходит жидкость. Тут можно уже даже заметить по цвету, я думаю, вот мне интересно будет. Для сравнения, думаю, покажу. Всё, приступаем к прокачке. То есть сделаем несколько качков, накачиваем педаль, затем мы её удерживаем. Я открываю штуцер, а тот, кто сидит в автомобиле, продолжает жать на педаль, и она уходит у него. Соответственно, я закрываю штуцер, только после этого он отпускает педаль. И такую процедуру делаем много-много раз, пока у нас не потечёт тут чистая жидкость. Вот сейчас я Петру дам классическую команду. Качай! Как только он и качает педаль и поймёт, что надо прекращать качать, он нажмёт и будет её держать. Я спустил, тут же закрыл. И опять качай! Друзья, извините за смех. У нас со словом качай очень острые ассоциации. Качай! Как вы можете наблюдать, жидкость уходит с той же скоростью, как и без системы АБС. Я на это делаю акцент, потому что у меня очень часто спрашивают. Качай! Часто спрашивают, а как прокачать правильно автомобиль с оборудованный блоком АБС. Сейчас мы, отпуская просто педаль тормоза, обязательно делаем контроль уровня тормозной жидкости. Друзья, жидкость будет очень быстро уходить при подобной прокачке, поэтому не забывайте постоянно контролировать уровень и держать его по нижнюю кромку заливной горловины. Заливаем, пока не прекратят идти пузырики. Друзья, хотелось бы еще раз повторить. Мы начали с заднего правого колеса, потом у нас идет переднее левое, потом заднее левое и переднее правое. И постоянный контроль уровня жидкости в тормозном бачке. После того, как мы все прокачали, жидкость полностью заменили, уровень бачки, естественно, выставляем, лишнее откачиваем, если что-то осталось. Можно через какой-нибудь штуцер также спустить тем же методом. И я рекомендую в конце операции убедиться в протяжке каждого штуцера и осушить полностью рабочую область и внутри самого штуцера. Также пробовать. Остатки тормозухи надо удалять. И не забываем про колпачок. Если у вас его нету, то есть можете сразу посмотреть, чтобы они были на каждом колесе, на каждом цилиндре. Если нет, то сразу купите. Обзаведитесь, в общем. Также, друзья, есть одна новость. Я думаю, что интересная. Мы хотим ввести новый формат роликов. То есть, вот, например, сегодня мы сняли про замену жидкости тормозной с автомобилем, оборудованным системой АБС. Если у вас возникают вопросы, желательно, конечно, по этой теме или как-то более-менее косвенно относящиеся к этой теме, вы пишите комментарии под роликом. Обязательно. Мы снимаем отдельный ролик, где мы берем этот ролик про замену жидкости и разбираем отдельные комментарии, разбираем вопросы, недочеты в нашей работе, может быть, какие-то дополнения интересные, какие-то вопросы конкретные, ремонтные по запчастям. Все задавайте, пишите в комментариях. Будем снимать отдельный ролик. Через какое-то время он выйдет, неделю, там, две, не знаю. Но он обязательно выйдет, мы его снимем, ответим на все ваши вопросы. Поблагодарим всех, кто поставил лайк. Обязательно поставьте лайк. Если вы это еще не сделали, можно сейчас. Спасибо. Подписывайтесь к нам на канал, если вдруг не подписаны. Рано руку поднял. До новых встреч, друзья. Обязательно пишите вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok